итак вылетаем в Бруней на день рождения султана в аэропорту куплен султану подарок пожалуй это самая дорогая оботрёшка с Путиным в России ну сами понимаете аэропорт Домобедово акценты конские но подарок стоящий там внутри еще много Путина в военной форме и совсем маленький Путин самый последний как Володя Путин маленький аэропорт Дубай из него самолёт Бангкок из Бангкока по-моему сразу же Бруней и в Бангкоке всего чуть больше часа а потом сразу на самолёт уже Брунейских авиалей дорога в Бруней заняла 20 часов 40 минут с тремя пересадками все Бруней настоящий Бруней счета туристов прямо скажем немного я думал что самолёт будет забит потому что день рождения в общем-то уже начался сегодня потому что 040 сейчас по местному времени заселяюсь в отель курю за гаражами что называется потому что курить можно ну короче где-нибудь за гаражами а лучше не курить в принципе вот там ребята тоже курят уже скрываются как будто чтоб их не видно по-моему подростки вот там где-то идет концерт далеко видимо уже начали отмечать день рождения султана вот здесь красивая мечеть вот так вот только соберешь задержание султану как тропический ливень начинается приходится прижидать его в кафе образование строительство наука видимо какая-то есть работа всякие никакого мелькаризма явно очень мирная страна Брунея разница во времени 5 часов и я похоже проспал с дабы и художества по случаю для рождения султана Брунея скорее всего они подходили вот здесь была куша народа но в этот момент я спал и пока встреча с султаном или откладывается или вообще уже здесь состоится мы будем надеяться на лучшее все-таки Брунея страна чудес сказочная страна 73 года исполнилось султану сегодня конечно есть смысл за селфица за селфица если не увидишь султана живьем то хотя бы вот почувствовать сопричастность на этом видео селфи может быть еще не все потеряно очень многое зависит от того пойму ли я сегодня как попасть на день рождения султана на самом деле вот получит ли он свой подарок или подарок так и останется у меня в руках ну на самом деле подарок если ты помнишь это вот матрешка с Владимиром Владимировичем Путиным президентом нашей страны которая очень много символизирует и если удастся это султану рассказать думаю что это будет главная часть моей речи здесь видимо трибуны для народа народ уже вот здесь отдыхает ждет ждет непосредственно за жест молодежь здарова здесь не только музыка но еще и курит молодежь и вот не знаю может быть сейчас я участвую в каких-то молодежных бронейских протестах вот собственно поле где будет день рождения султана и тут же курящая молодежь что-то действительно невероятно с одной стороны я спрятался и курю в каком-то тайном месте как это здесь и надо другой стороны место наверное выбрана не самое тайное но будем надеяться на лучшее меня не арестуют курение вредная привычка это кстати надо почувствовать что очень давно пытаюсь бросить курить не могу и вот приходится таиться выбирать какие-то странные места чтобы покурить бурне бросайте курить им брюнейский рингит это 070 американского доллара на деньгах на рингитах обозначен нарисован напечатан сам султан у меня эпическая новость день рождения султана я проспал полетит на день рождения султана потом его проспать местные жители считали что султан сегодня здесь не стадион который я только что показывал встречался с американским президентом это я погуглю в интернете узнаю потом новость выглядит достаточно фантастично но все тоже стол уже кончились руку я султану не пожал пока новость не утешительная хорошая новость что цены в бурне не очень большие все стоит не страшно дешево дешевле чем в таиланде плохая новость что так особенно деньги потратить не нашли все что мне осталось от торжеств по случаю 73-летие султана это вот эти вот остатки ярмарки в самом центре столицы бурнея забыл и называется город длинный для названия что такая атмосфера праздника возможно утром здесь было интересней шикарнее возможно здесь действительно был дональд трамп и поздравил лично султана очень много птичек из какого-то кафе это вот одна из достопримечательностей бурнея две вот такие монеты это один бурнеевский доллар на один бурнеевский доллар можно намутить кофе купить дождевик или взять какое-нибудь одно блюдо в недорогой народной столовке во все концы бурнея отсюда отходят автобусы очень много людей ну для бурнея в московском метро надо больше в частях видимо самая центральная бурнеевская автостанция дом кончатый на втором этаже автобусной станции обменник где не меняют старые купюры а меняю только новые блестящие и мол где нужно купить кисть, болты, шляпы куда потратить деньги в бурнея не очень ясно поэтому вот дали то лодка за 20 местных долларов чтобы хоть куда-то потратить эти деньги мой новый труп лодочник отвезет посмотреть дворец в лолтана в парике попробую добраться к фултану все-таки это его парике фултан пелес выйти бы конечно сюда не можем так вот живут простые бурнеяйцы на воде не все конечно живут на воде но есть вот такие места видимо традиционные на сваях и все примерно вот так вот по простому если из деревни на сваях присмотреться вот там вот очень далеко виден купол дворца султана бурнея по-разному живут люди в том числе и вот так кисло 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 не изменим мы не знаем местных отучивки не уверены что туда можно будет выкушать нет у нас полной уверенности что мы не нарушим закон очень бы хотели помочь но в таком живописном месте заточена кисло конечно не весь бурной живет так тихая спокойная страна на самом деле это просто видимо какая-то традиционные дома на сваях ну и в общем люди не сказать что здесь несчастливы которых мы видим самые обычные люди ну кошка вот заточение было ну что может быть она что-то накосячила и мы же не знаем местных обычаев если вы традиционный туристу на фабрику жемчуга тут по мне съездить ну вот посмотреть по такой вот деревню на сваях вы сможете это недорого лодочника я нанял за 20 местных долларов то есть это очень хорошо там этого предположим тысячу рублей на лодочке приплавать вот такое место гуляете и в общем имеете свой туристический профит вот и сделаем так команда участь белого человека заплатить 23 бит покататься на лодочке чтобы было понятно что брюне состоит на только из всяких трущоб по которым просто мне интересно ладить вполне себе современный учеба красивый даже наверное построен город трудно говорить о том сколько прекрасная архитектура в общем все выглядит и сделано достаточно удобно и вполне себе современный были мирные на камеру особо не реагируют и не сказать что привыкли к туристам туристов я сегодня видел троих каких-то то ли немцев то ли англичан показывают привет и денег за это не просят как час в других азиатских странах я от камеры не прячется несмотря на то что страна мусульманская это же прекрасно смотреть как другие работают нельзя сказать что брюнеев феерическая страна и прям вот обязательно надо здесь побывать у меня был какой-то незакрытый гештальт и поэтому я все-таки залетел в брунеев но я еще конечно надеялся на то чего бы не получилось но все-таки особых надежд на какое-то вот что-то такое ух у меня не было но тем не менее я получил то что хотел не интересно вот как бывший политконсультант я же должен еще что-то сказать о том об общественно-политическом строит и страны и о том к чему он привел вот во всеобщей борьбе за демократию в этой маленькой стране где живет 400 тысяч человек есть султан он как бы всем и правит ну вот я хожу по улицам что вторые сутки не вижу нищих не вижу грустных вполне себе довольны и счастливые люди возможно они не знают о том что такое демократия но может быть это их и спасает всего того чему подвержены мы белые люди которые живут в демократических даже в суверенной демократии машины у людей есть еда у людей есть одежда у людей есть тепло чего еще надо прекрасная счастливая теплая страна приезжайте бруне обязательно приезжайте бруне гуляние продолжаются сегодня вечером ярмарка я явно здесь не каждый день видимо все-таки торжеством быстро вот тот самый стадион где происходило все то что я пропустил заговаривает телефон вот так ребята на самом деле выглядит типичная восточная тирания с такими воздушными пузырями с детьми мне кажется у этих людей все нормально и возможно все нормально у этих людей именно благодаря мудрой политике вот этого человека на день рождения которого я к сожалению сегодня проспал начнутый рынок и суток закрыт что люди времени по местному часов 9 другой стороны от ночной рынок бронейский он не для туристов и возможно купили то что хотели всегда зашли в по домашнюю рыбу прямо настоящий тунец такой сантиметров 30 длиной за 6 бронейских долларов это на наши деньги хорошим а доллары это ну четыре доллара настоящий свет только что из моря вот так вот он сайт все съел кстати можно оценить прайс на ночном рынке броней можно посмотреть сколько стоит я перечислять не буду но если вам интересно то вот вот почитайте можете на паузу поставить почитать паузу отжали посмотрим реклама объясняю женщине что я делаю она удивлялась там для дома написано бронейский доллар они американские бронейский дом это 07 вот и смотрите сами где выгодно гастротурезу ночь иду по брунею совершенно один в незнакомом месте черти знает что это за место как она называется что это за улицы и улицы лет вообще но мне совершенно спокойно и не страшно такой уровень безопасности я ощущал может быть в гонконге гонконг всем известно очень спокойно страна вот здесь геккона только если геккона можно напугаться на зимой собачка спит собачка собачку конечно лучше не тревожить потому что может неправильно понять люди здесь в общем нормальные никаких у нее как вот как на негра в рязани на меня не смотрят очень все достаточно спокойно и мило ко мне относится впрочем по ночам в брунеи на улице до никого и нету тепло что в общем не удивительно очень близко к экватору это место переживаю нападение собак вроде отбился но вы не видели начало начало было феерично издалека целая стоя он только что говорил что люди здесь ведут себя по другому а собаки вот везде они накроют особенно когда стая бродячая я остался доволен мои потребности туристические участь белого человека я удовлетворил свою то есть покатался на лодочке походил по улицам посидел в кафешках посмотрел как дети надувают мыльные пузыри достопримечательности не знаю какие то но такая вот мечеть есть например есть такой климат влажность вот этого постоянные дожди и видимо какие-то здания они надолго не сохраняются но сейчас они развивают туристический потенциал если они пойдут по пути китайцев тоже настроить каких-нибудь типа древних дворцов из бетона и если вы хотите достопримечательности вы их получите но пока что смотреть можно в этой стране можно смотреть людей как они по-другому живут как они живут тихо и спокойно без демократии при султане и как они в общем всем счастливы и довольны несмотря на то что уровень свобод у них ну конечно дебютушка дорушит да потому что сексуализм запрещено а так в общем живут они неплохо это видно и по уровню жизни и потому как все одеты и потому на чем все ездят и просто по выражению лиц не знаю попадает ли им нефтяная рента брунея это нефтяная страна вообще в брунеи живет чуть больше 400 тысяч человек ну считайте это как уровень небольшого нашего города даже не миллионника и видимо среди такого количества народу наладить социалку какой-то уровень жизни не так сложно новый красивый мост над рекой построен явно недавно набережная красивая все очень прекрасно спокойно вечер первый час по местному времени никого нет вокруг и вот что тут важно сказать что когда я ехал в брунеи то на русском языке вообще ничего особо не нагуглишь а на английском там столько всего было вот эти все bbc cnn они все писали что ужасная страна тирания там опасайтесь туда ехать вам будет очень непросто и сложно там не делайте того не делайте этого так вот ничего из перес перечисленного вот эти вот западными сми ничего такого страшного я не видел все совершенно спокойно нормально как сказал менеджер в отеле который меня заселял в первую ночь на вот только я вышел из аэропорта из пустого и по пустым улицам добрался видимо тоже пустую гостиницу менеджер сказал если хотите погулять вот идите гуляйте но там очень тихо и спокойно то есть для него это скорее был какой-то видимо минус но на мой взгляд это скорее плюс а я не думаю что у этой страны для русских туристов сегодня какой-то уж очень большой туристический потенциал поскольку ну да вот такая такие красоты есть вот такие как вот этот месяц например но так вот ничего особенного каких-то аквапарков развлечений особых ничего нет а их конечно нет алкоголя это для очень многих станет критично и серьезный минус для этой страны но в общем в общем не верьте сми не верьте сми не западным и российским все везде и в российских тоже я встречал и в блоге как в сми что ой страшного и то и другое тут по моему все по все геополитические проблемы у этой страны потому что султан брунея которому сейчас сегодня вчера уже исполнилось 73 года по моему в какой-то момент ввел смертную казнь за гомосексуализм вот луна брунейская меня эти проблемы не касаются я не настолько политкорректен и не настолько метросексуал и так далее и поэтому мне здесь в общем брунея было хорошо интересно познавательно посмотреть традиции страны обычаи людей которые здесь живут вот эти очень спокойные тихие люди к сожалению язык лягушек я не изучил я и по малайски здесь говорят на малайском но не очень честно скажу следующий пункт моей программы будет остров лабуан это такая офшорная перевалочная база из брунея в малайзию остров лабуан находится в двух часах езды на катере отсюда от брунея там я окажусь буквально очень скоро вот побывали брунея на день рождения султана не попали но все равно брудея прекрасная струда если вы любите подобный туризм приезжайте сюда ставьте лайки пишите коменты подписывайтесь на мой канал важная информация для путешественников брунея в брунея мне не удалось поменять доллары потому что они старые не берут брунея старые доллары едете сюда с новыми долларами бумажками но в принципе есть банкоматы атм они здесь называются и в них комиссия за снятие любой суммы три или пять местных брунея живет по законам шариата но для приезжего они выражаются в том что невозможно найти алкоголь в продаже и нельзя курить на публике и чтобы вот покурить например здесь я спросил у местного могу ли пойти покурить за здание вот за это потому что увидел где-то вот здесь пачку вон она лежит пачка от сигарет и он сказал да конечно иди курить ничего страшного просто не это не светить курение кстати вредит здоровью все и так это знают но вынуждены подчеркнуть в очередной раз в порту с матросами здесь уже можно за пределами крови то будет с матрешкой с путиным подарок напоминают султану брунея что ну подарок не нашел своего обладателя поэтому предлагаю выставить ее на аукцион начальная цена 2 500 я дал в аэропорту делайте приличные шаги в комментариях и общем победителя аукциона заберет себе вот видите все там матрешки есть заберет себе эту матрешку с владимиром путиным подарок брунеевскому султану до свидания друзья мои другие френды